Восточная часть Слонимского района Восточные жители еще в начале 16 века основал поселение знатный человек по имени Яким. Впрочем, подавляющее большинство населенных пунктов республики, оканчивающихся в названии на Ичи, произошло от имени и фамилии людей, которые и заложили село или деревню. Место для Якимович выбрано предками не случайно. Кругом богатые леса. Низины среди гор защищают от ветров. У подножия деревни течет река Иса с притоками Каленка и Иска, издревле славящаяся своими форелевыми запасами да бобровыми гонами. Еще лет 20 назад плодородная пойма реки кормила сочной травой многочисленные колхозные стада, как и буренок с личных подворий сельчан. За каждый метр сенокоса борьба доходила до драк. Теперь вся пойма поросла одичалой травой. Даже некогда более чем двухсотгектарное поле пашни либо покрылось лесом, либо роздано поддачи, которые в большинстве своем находятся в запустении. Раздолье нынче для дичи, особенно сферепствуют кабаны. Приходится огораживать огороды даже около дома плотным дощатым забором. Не увернулась однажды от клыков даже собака, а другая бедолага осталась без уха. В деревне сегодня живет полтора десятка человек. Казалось бы, Якимовичи крохотный населенный пункт. Но поселение уникальное, загадочное, с удивительными людьми. Они здесь дружные, иногда выделяются своим разговором, даже своими особенностями в одежде. Если в других населенных пунктах почтальоны уговаривают жителей выписать какое-то издание, то здесь сельчане всегда выписывали по 3-4 газеты и журналов. Читаю здесь книги и периодику, и теперь. Даже люди преклонного возраста. Ну, у вас и любознательные люди. Знаю, что все за все выписывали газеты. Не требовало заставлять их. Читали, любили читать. Я читала. Я люблю, люблю читать. Любила, теперь я уже не. Я читаю, буду почитать изнутри читать. Вожу им газеты из Нинска. У меня много газет. Я книги читала. Кольки я от их романов прочитала книжки. О, бабыла. И американская трагедия читала. Книга была. Ну, она по-русски навпечатана. Ну, понятно. Интересные книжки были. Мой отец читал. Он уже пошел спать. Батец читает. А я? И я читаю. Так весело было. Зимой вечером. А кажете, жизнь несчастливая? Ну, есть и хотела. Среди выходцев из Якимович есть орденоносцы, как Василий Андреевич Турук. Есть педагоги, ученые. Любопытный факт. В разных краях и весях живут бывшие якимовцы. Но летом практически все пустующие дома оживают. Манит родная деревня в родительские гнездышки. По количеству исторических фактов и событий деревня даст фору любому сельскому населенному пункту Слонимщины. Из города в деревню ведет дорога Минский траг. В свое время по ней прошли, впрочем, ее и прокладывали наполеоновские войска, саксонские и австрийские, генералов Ренье и Шварценберга. Ранее, во время Северной войны России со Швецией, в начале 18 века, недалеко от здешних мест прошел огромный обоз шведского генерала Леппенгалта, разгромленный около деревни Лесная, что около Баранович, партизанами и русскими войсками. В годы Великой Отечественной войны уже местные жители натерпелись от мнимых партизан. Были тут больше разбойники, промышлявшие в прелестных деревнях. От рук оккупантов и их пособников в годы Великой Отечественной войны погибли десятки якимовцев. Среди них немало детей. Немного настоящих партизан, фронтовиков дожило до победы. Всем жителей деревни пали или пропали без вести под Кенигсбергом в Карелии, в Польше. Вокруг Якимовича и в самой деревне сохранились полутора десятков дотов. Первой мировой войны. Некоторые местные жители приспособили их под погреба. Вы были первым фермером в районе? Нет, вторым. Вторым? Да. Ну, во всяком случае, вам что-то из бюджета даже досталось? Все досталось. Все досталось, потому что фермеров тогда не было и вам повезло. Да, было такое. А знаете, что на этом месте было раньше? И громче. Ну, на этом месте была самокурня. Восемнадцатый, начало девятнадцатого века, двадцатый век, начало. Как стали строиться тут что-нибудь? Осталось еще что-нибудь от той смолокурни? Осталась милиративная канава, осталась еще большая гора отходов смолокурни. И железные, как говорится, части, клепанные кувшины, потому что когда ложили смолокурню, была смолокурня, делали чаны из камня, бутов, бутового камня. Да, и вот эти, эти, клепанными металлическими лентами обтягивали эти кольца, потому что очень много было этих железных всяких частей. Ну, и напротив, дома было кладбище. Когда делали выборку гравия, на планировку делали, очень много было этого, так сказать, остатков людей. А где Корчма тут была, знаете? Корчма, ну, возле Дота, где бункер был когда-то, по-моему, рассказывали мне. И дорога шла, вот, старая дорога шла от моста и здесь мимо дома. Корчма была примерно, ну, или здесь, или на моем месте. Или вот тут, около бункера? Бункера, да. Ну, тут уже старожилы помирали, они примерно мне показывали, где это. Так остатки эти не мешали вашим смолой? Тут ничего не было. Остатки были ниже, ниже дома. Там была смолокурня. А здесь все было планировано. Здесь все было спланировано так, что я когда начинал фермерскую деятельность, мне пришлось все выравнивать. Нанимать технику, выравнивать, планировку делать. Смола не тягалась за ногами? Не то, что тягалась. Птица гибла, потому что когда солнце нагревалось, были большие лужи. И деготь был. У рыбы, говоря, больше столетней давности. И приезжали ветврачи, брали ее специально для лечебных целей, для животноводства. Добавляют туда еще что-то. Ну и мы убрали. И очень много было камня, весь который был в смоле. Не в смоле, а в дюкте. Так тут еще хозяйством занимаетесь? Да. И что тут? Корова, свиньи. Три коровы на все, Якимовича. Одна, две в одной жанчинке. Ну у нас одна. Одна. И у нас было много этой живости. У нас много было просто, что... Что, невыгодно держать теперь? Дело не то, что невыгодно, а уже трехи проболел. Ну так у вас живности тут дикие, пусть не выходят. Нет, и именно из-за этих диких кабанов и пришлось закрутить все это поголовье. Потому что все поля перепаханы дикими кабанами. И невозможно техниками вырабатывать. Я уже не раз уходил в лесхоз. Спорили, рвались. Они меня заставляют мою. Мой огород. А я когда был фермером, то мне только надо было одного забора 3,5 километра поставить. Да. 3,5 километра поставить. Мало того, что надо теперь обрабатывать без знаю сколько. Так еще сколько леса? Золотая продукция получается? Золотая продукция получалась. И сегодня даже по полю не пройти, не то, что проехать. Остатки вот этих, они когда копают, ямы такие. У колена. И потравы посевов были. И проходило все список за свой счет. Вот территория была бывшей смолно-турни. Здесь была гора высокая. И вот с отходов смолно-турни дорога вышла. Отсыпали, когда делали мемориацию. И здесь была гора высокая, скажем так. Что туда входило в отходы? Кирпич битый. Отходы корней, которые там они перетапливали. И шлак. Девать сам вытекал. Ложили костер с бровен. С таким расчетом, что когда делали дверной прием, могли вытянуть бровна. А сверху засыпали песком. С водой. Утрамбовали. И получалась, скажем так, такая конструкция, которая была засыпана и утрамбована. А сверху ложили бетон. Когда бетон застывал, тогда конями вытягивали где дверь и прием. Бревна. И получалась готовая. Это тот для личного состава. Есть здесь и более ранние памятники. Рядом с деревней находится каменистое место, не видное теперь из-под снега. Как полагают, это татарское захоронение, когда на Слонимщину в 16 веке был ханский набег. В центре Акимович на высоком взгорье стоит опора высоковольтной электролинии. А раньше здесь был помещицкий двор. На месте бывшего скибидарного завода, как уже было сказано, ныне стоит дом первого в районе фермера. Ничего не осталось от бывшей водяной мельницы на речке Иска, как и от местной фермы и кузницы. Деревня Акимовичи увековечена в двух фильмах. Здесь снимали «Сыновья уходят в бой» и «Полонез Агинского». Еще живы строения, показанные в фильмах, в кладбище. Помнится, были мы школьниками, копали колхозную картошку. Когда приехал режиссер фильма «Сыновья уходят в бой» и спросил, есть ли желающие сниматься в фильме. Конечно же, мы были в восторге. Когда в сельском клубе в соседних с Якимовичами Хорошевичах показывали фильм, те эпизоды, снятые в Якимовичах, киномеханик прокрутил раз 10. Ну, вот этот сарайчик, это по-белорусски гумно, попал в объектив фильма «Полонез Агинского». Это когда? Когда ехала машина, и один из немцев спрашивает, как проехать на Хорошевич. Как проехать Хорошевичи? Здесь налево, через лес до переезда. Рядом с Якимовичами находится знаменитый и загадочный расколотый камень. Один из семи природных памятников валунов Слонимщины. Пришел он к нам много тысячелетий назад со Скандинавией, с ледником. Расколола его молния на две части на глазах графа Пусловского, когда он во время сильной грозы проезжал в карете по лесной тропе в свое имение в Альбертине. Едва ли какое другое поселение Слонимщины, кроме Якимович, столько раз, образно говоря, передавалось из рук в руки. Была деревня в составе Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, России, Польши, СССР, теперь, конечно, нашей Белоруссии. Деревней владели Сбожни Немира, Шляхта, имение Шиловичи, Гавеновичи, помещик Пусловский. За последнее десятилетие деревня входила в состав Слонимского, Деремновского, Жировицкого, Большошиловичского, а теперь в составе Деремновского сельсовета. В лучшие для Якимович годы в деревне проживало менее чем в 50 дворах почти 350 душ. За годы Первой мировой войны число жителей сократилось более чем на треть. Удивительно, но во времена сталинских репрессий, когда из соседних деревень вывозили в Сибирь сотнями, из Якимовичей не вывезли никого. Только во время создания колхозов одного из его противников отправили в далекие края. В таком вот более чем 500-летнем калейдоскопе и живут Якимовичи. Сергея Тадра в деревне называют не иначе, как наш благодетель. Он заместитель директора одного из научно-исследовательских институтов Минска. Родом из Слонима, но Якимовичич считает своей деревней. Здесь живут родные люди. Здесь купил дом и раз в две недели, а то и чаще, на выходные приезжает в деревню. Со всеми проблемами люди идут к нему, а он старается помочь и каждому, и всей деревне. Человек заслуживает много добрых слов, но по своей природной скромности просил о нем ничего не говорить. Лучше рассказать о коренных Якимовцах. Поэтому и ограничимся лишь несколькими словами в его адрес. И вместе с ним пройдемся по Якимовичах. Он-то знает каждого в лицо и по имени-отчеству. А начали беседу в доме тети Сергея Ивановича Софии Песляк. То есть вы коренной житель деревни? Нет, это у меня прабабушка, бабушка здесь жили. А вы не тут родились? Нет, я в Слониме родился. Но детство тут прошло, у меня с шести лет. А теперь где работаете? Сейчас я работаю в Минске, в институт Белгипроагропищепром. Так что все-таки манит в Якимовичах? Родина, наверное. Ну так, родина посредственно родился в Слониме. Детство прошло, я прирос душой к деревне. Вспоминаю, как я был один эпизод, я в шесть лет. Мой день рождения был, отмечали день рождения в Слониме. А потом мне захотелось сюда приехать к прабабушке. Тут жила прабабушка Турук Мария Степановна. Вот, и я сел в автобус без денег и поехал. Вот, еду, и мы едем, я один еду в автобусе. Это было где-то в районе шести часов. Водитель говорит, ну вот, нас сейчас остановит контроль, и что мы будем делать? Ну, на совесть начал мне. Ну вот, вышел я из автобуса, стыдно мне было, я иду. Ну, это так. К слову, я о том, что вот вспоминаю, что все вокруг обрабатывалось, поля, жито, я помню еду, это жито выше меня. Вот, а сейчас лес растет, дача заброшенная. Вот, жалко деревню, что ли. А почему она называется Якимовича, знаете ли? Не знаю, хотя задавался вопросом таким и хочу знать. Это какой-то жил знаменитый человек, Яким. Ну, не знаю даже. Так вот здесь... От имени его. Вообще-то все населенные пункты, которые оканчиваются на Ичи, как правило, походят из древних родов, которые изначально проживали в этих населенных пунктах. Есть только несколько исключений. Вот, например, Сынковичи наши. По легенде, батька с сыном строили храм, сын сорвался с лесов и разбился. Отчаянный крик отца «Сынку, сынку!» и лег в основу названия деревни Сынковичи. Да, да, да. А вот Якимовичи, Хорошевичи, Нагуевичи, ну, их множество таких деревень, они, как правило, походят от родов, которые здесь населяли. Хотя давно таких фамилий в здешних местах уже, к сожалению, не встречаем. Но Якимовичи, наверное, одна из деревень, которая более всех других в Слонимском районе, где она меняла своих хозяев. Это были Пусловские, это были другие, это были Шляхтичи. Она была в пяти сельских советах. Вот теперь она уже в пятом сельском совете. Да, да, хорошо. А вот скажите, что отличает людей, Икимович, по-вашему? Культурой. Я даже не знаю. Ну, вообще есть отличия людей, вот так пообщавшись. По разговору. Разговор, да. Вот у вас нагладка, а у нас нагладка у нема. На олихо, нагладка. Ну, это, я даже не знаю. А у нас? Тут во все времена люди без всякого примусы, как в народе кажется, выписывали множество периодики. Везде надо было заставлять, тут выписывали. Да, тут читающий был народ. Вообще деревня уникальна во всех отношениях. За годы Первой мировой войны население сократилось больше, чем на 150 человек. Но во время сталинских репрессий не вывезен был никто. Если Хорошевичи больше половины деревни, заводный лес больше половины, многовичек тоже много, полотница практически всю деревню вывезли. Всякие мы же не вывезли никого. Вот Юрчук Степан Степанович. Но он нигде не зарегистрирован, что он был репрессирован. Есть, есть, есть. У меня даже информация, я копался. Он за антисоветскую агитацию в 1957 году пришли колхозы, и он всем говорил, не идите в колхозы. А где была корчма в деревне, знаете ли? Корчма была по дороге по Минскому тракту, вот ближе к Явной. Там место есть дяды. Там кладбище и напротив. Вот старожилы рассказывают, что там была даже церковка. Воротно на Гуявич и немножко вперед, если вот так попромой. Церковка. А кузня тут же где-то была? Была, да, здесь у нас. Да, Забельский. Где Володька, подежда Володька? На машинном дворе там. Ну да, тут же ферма была когда-то. Ферма, телятник у нас был. Кузня, где я был? Амбар. Ну, осталось у нас. И там же память никогда труслеты проводили. Да, засадили лесом. Все, теперь уже лесом. Да, у нас сейчас будет лесная промышленность. Да, зато с двух сторон окружены дачными поселками. И деками. Много домов пустует уже. Или пораскупали? Нет. Вот в свое время, когда в 87-м, как поделили землю на даче, я хорошо помню, только начинали строиться. Я своей прабабулей иду, они строятся тут, пилят, стругают, стучат. Вот. В 87-й, да. Вот раздали землю. Все, и... Пустых домов считать, летом заполняют, а зимой нет. Так вот, считать их? На сегодня пустующие дома. Так, раз, два, три, четыре, четыре, пять, шесть, семь. Ты считаешь, кто не считает вообще? Все, восемь, да. Да. Разговор продолжает тетя Сергея Ивановича София Песляк. Вы сколько тут живете? Я живу с перерывом. Я прожила в Барановичек 40 лет. А сейчас остальное 25. А родились тут? Да. А кем были ваши родители? Простые колхозники работали. Колхозники. А как вы уехали отсюда? Ой, с трудом. Нет. Повод какой был? Вообще я хотела уехать в Ленинград, в строительный, но так получилось, потом изменение, что надо было спасать семью. Детей много было. Устроилась на работу в Баранович. И кем вы работали? Я работала сначала секретаром комсомольской организации на Хлопчатобу важном. А потом я уже перешла мотальщицей. Мотальщицей. И долго там работали? 40 лет. Так сюда уже приехали, когда пенсионерки были? Когда ушла на пенсию. И тут уже не работали? Тут уже нет. Смотрела маму 9 лет. Пока уже она... В этом доме? Угу. А какой деревне помните? Вообще? Ну. Какая она раньше была? Эту? Нашу? Да. Ну, очень было весело. Особенно, когда мы были малые, когда вот везут фильмы, вот в клуб наш, то мы прямо, не знаю, бежали за этим киномехаником, прямо руем эти дети. Вот. Ну, короче, было веселее и лучше, чем, хоть было трудно с продуктами. Не хватало, конечно, это самое. Но... Ну, жили зато весело. Зато весело. И деревня ваша дружная? Дружная. Вот. А тут же когда-то было народное училище. Но это уже, наверное, не за вашей памятью, а школа была тут? Школа была, вот она и осталась есть, школа. Школа, потом магазин. Четырех... А магазина уже нет? Магазина. А вталавка тоже приезжает? Ой, это уже с 80-х годов вталавка тут ходит. Ну, места-то тут живописные, грибные. Грибные места. Речка, форель. А на речке, как раньше по молодости, пойдем на речку, да с песнями, да порублю. У нас люди по происхождению из этой деревни поразъезжались по всему бывшему Союзу. И в Полтаве живут, и в Москве, и, короче, по всей стране, по всей России. Приезжают, говорят, у вас лучше, чем... Автолавка. У вас лучше не надо ехать на курорты, у вас природа, у вас красота. Речка, ягоды, грибы. Вот знаешь, что жители, которые поразъезжались, каждый год приезжают летом сюда. Что их тянет, скажите? А вот только природная красота? Кого? Ну, вот люди, которые поразъезжались. Родина тянет. Это самое... Конечно, и красота, и родительские дома, и это все, они вспоминаются, конечно, я не знаю. Ну, коровок-то уже нет в деревне? Есть. Есть еще две? В одной и две коровы. И у фермера три? А, ну да. А еще какую-то живность кто держит? Ну, наверное, этот... Куры держат люди. Куры, да. Куры, собачки? Собачки. Кошаки допекают? Да. И дики? Да. Диков сейчас нету, слава богу. А до этого? Полчища. Опять уже полчища. Да, я... Уже, говорят, волки. Волки. Ну, маловероятно. Косуль очень много. Косуль... Ой, перебили, наверное, косуль. Года два назад мы тут заготавливали лес. И нам лесничий сказал, что в районе Ивной волчица завелась. Так что опасно. Монахи эти еще живут тут или нет? Нет. Давно. Уже выехали? А их забрали с Жирович, переселили. У них же у одного и другого дети были подполковники российской армии. Интересные люди. Интересные. Я с ними общалась, но факт, что так, подробности не знаю. Многие годы в колхозе на страже мира с центральной усадьбой в деревне Хорошевичи работал житель деревни Якимовичи Владимир Васильевич Войдюк. 1935 года рождения. Давно знаю Владимира Васильевича как порядочного и трудолюбивого человека. Раньше он часто бывал в моей родной деревне у своих родственников. Войну уже не помнишь? Войну трошку помню доброго. Только как снимали фильмы про войну, ты помнишь? И тоже помню. Все ж годы механизатором работал? Всю жизнь. 41 год. На страже мира? Да, на варте мира. А вперед еще застал теня? Как вперед? Колхоз вперед? Вперед не относились. Где у нас вперед? Нет, а то даромая вперед, кажется, была. Ну, она была, потом, как соединили их. А, как соединили, я в Шилович попал. В Шиловичский тогда был. Молодую гвардию. Какая деревня раньше была? Где? Ну, тут. Вау, в Якимовича. Деревня была веселая. Очень веселая. Стояние уходи. Шевелиться можно, уходить нельзя. Ага, веселая была деревня. Людей было. 75 дворов было. И у всех, у людей, у каждого хозяина там было. По пять, по шесть, по восемь детей. Весело было. Танцы, песни. А теперь оно все село. Да еще две коровки застались. Две коровки. А то у музея ходить, поля, деть корову. Да. Со слонима на танцы ходили, у Якимовича. Ну да. Со слонима ходили на танцы сюда. Со слонима, Знагуевич, Хришевич, в чудо ходили. Все ходили. Мы ходили до них. Они на нас ходили. Весело было. Весело? Да. А награды были за механизматорскую работу Таня? Тебе бронистки не давал? Давал. Давал мне, теперь, вымпелы лежать, по хольной грамоте. Пепелки дал. А медали? А? Ордена медали. А медали? Ну, они, кого-то зашкадали, то я, где-то были, я дал им. Ну, теперь скучно Таня? Теперь скучно. Ну, что ж, три человека осталось. Ну, что ж. Телефоны ж есть теперь. Телефоны есть. Теперь телефоны провели. Еще доброе, что хотят эти телефоны. А так вообще было бы. А так хоть и в город позволишь. Но тут же красота какая-то природная. Очень хорошая, да. Ясно. Самогонку тут еще тиснуть или нет? Черт не знаю. Это мы еще уже отыкли. Отыкли, но некогда тиснули. О, некогда. Ну, у нас тут нет. Нагуевич тиснули. Нагуевич, столица русских самогонщиков. Да, и хорошо. А как было жить? А как было жить? Ну, возьми, там выгонят. Приносящие, кто-то порублен дать. А вот тут бабки брали, пором 20. Раиса Степановна Харитон еще держит двух коровок. В деревне их три. И каждый день, в любую погоду, возит в Альбертин на велосипеде свежее молочко. Утверждает, что если бы была в семье мужская рука, то теперь коровку держать выгодно. А тяжко тримать коровок теперь? Тяжко. Нема костцов. А как корм заготавливаете? Ну, прошу, косить, плачу. Сергей знает. Так, а прибыток трошки дает молочко теперь тянет? Слушайте, я вам зараз скажу, как был хозяин, корову выгодно держать шампорося. Ну да. Корова свое оправдвая. Ну, конечно, коровку выгнул, да и она из кубеца себе. Молоко, навоз, вот, это самое, дачники покупают навоз у ее. Это, молоко, вот, вот, как вам сказали, теперь зимою, то три миллиона выходит за месяц. Ну, тоже. Уже же прибавка к пенсии хорошая. Да. И я кому давать. Ясно. А вы кем прорывали? Я на льнозаводе. Я больше я работала, я совшиком была. И пехотой ходили? Я этого... Они жили на льнозаводе. Я жила на льнозаводе, а батька помер в 99-м году. И я в 99-м году ехала 9 лет на работу отсюда. Зинаида Васильевна Сушко – одна из старейших жителей из деревни. Долгое время работала в колхозе поливодом. Какой лен здесь выращивали, загляденье. Душа радовалась. Вы тут и родились? Да. Все житет тут прожили? Все житет тут прожила. Все житет в колхозе. Поливодом была. Тяжко жилось? Тяжко, мы не платили ничего. Трудодни все? Трудодни все были? Трудодни все дарма были. Это требовала за целый год. Вся семья, мешочек, ножи тут получали. Сбожи. Так как же вы жили? Голодные были, карсофли. А сколько детей было в семье? Четверых. Батюшка и мать. Ну, да. Я говорю, в колхозе, то было ну трое нас. Я трое старше была, уже замужем в городе. Поменялось и сильно теперь, Якимовича? Вот тут с Рашидлу. Скинь красивая была лезка. Вы лечите, что ваше жизнь счастливым было, Теня? Не счастливым? Чему? Ну, есть и хотелось. Ну, так есть и хотелось. А что-то голодное. Семья толкали, картофель обмакали и чистили. Тогда ели, семья обмакали. Вот это кожи, что было. Али до седых волос дошли? Ну, оттуда жила. Значит, не так и плохо было? Ай, не хочется про то, что говорить. Голодное время было. Бурак, капуста, фасоль. Зато и здоровыми люди жили. А, были продукты чистые. Да. А целый день жени на жары. Ну, да. А лишь люди и кебыли, серпом-пом в руке отвалить, пяском просыпало, хусткой закрутило, пошла долей жать. Крывовником крышку начали. Ну, да. Ну, как кровь восстановить. И пяском. Крывовником. Не так же, как теперь по каждому некая драпина есть и отразу до доктора. Да, теперь все доброе. Все равно нема добра. Хворые горшки. Когда здоровые были. Еще лые были. Хоть и голодные. А вот чему вы лечите, что теперь вот хворые, а ранее были здоровые? От чехо? Ну, что-то, как все. О, кольки проводов на свете. Говорит, и всяких там. Куда тебе полетели? Ракету. Это все на человека. А что нет? Да, да. Ну, это все на человека. Ну, все. Весело ранее было у вёсцы. О, танцы были хорошие. На сведении музыканты были хорошие. Забельские. Ну, да, Забельские. О, это брат. Я не вижу, мочи ночей белоруси не были. Со всех вёсок же сюда ходили. С города приезжали на танцы? Мало с города. А звёска убили наши хлопцы гоняли. Ну, да, у вас же здоровые хлопцы были тут. Сальбартина ж ходили. Ходили трохи. Ну, солдаты приходили. До наших девок. Танцевали, спевали. Сразу, когда начали войны, молотобосы танцевали там, для крататого. Для школы были. Для школы? Ну. А как фильмы снимали у вас, помните? Помню. Я там снималась, бежала. Бежали? Детятка, как плакала в этом самом холеречке, сидела, взрывы были. Так оно и стало, и стало с коллегой. Да. Да. А чего это детятка? Я не знаю, чьё это дитё, а то не ваше, не местное. Боготикатя Соловьёва, нигде тут. Ну, я вам не скажу, дедятку. Маленькая Таня была. Она плакала, может, как-то взорвалась. Вот она живая. Нет, а дитё-то живое, но дитё стало коллегой. Это не коллега. Харитон, это Соловьёва рай, по-уличному Соловьёву. А в школу куда вы ходили? Тут своя была, в Якимович. А в Хорошевичи не ходили? Я не ходила. Далеко. Ходила, как бы, грошек, нет, действительно, лично было. А скажите, а что людей, Якимовских, отличает? Культура Соловьевская. Городская культура. Отвечает от Нагуевских. А вот чем проявлялось? Нагуевские от Якимовцев? Ну, они по городскому шкодивались. Ага. Лепше, как Нагуевские. Тут были, ну, как вам сказать, Нагуевские были вот чёрные рубашки, беленькие гузишки, надо, как ни было. Стракату одевались. А? Стракату одевались. Не, я не беда, ну, не так. Пёстро, пёстро. Ну, наши девчата, уже мое время, то не надо, то хотели истить в Нагуевские. Я бабуля не к хустку, это самая... Я висит, что мы за что несли. Нас прошла комиссация земли, нас были уже... Ну, каждому на деку было земли. А мы, говорят, что полоски стали, все не успели. Бабуле хустку не хотел подарить. Купил хусточку, такую красивую, квятастую, принёс. А она говорит, что ты мне на Гуевскую хустку купил? И что, я люблю, это киносиня. Нас в культурнии деваются. А теперь господарку ещё тримаете, и кутина? Нет. А с кем вы живете? А вот сын. С сыном. Дочка уже на пенсии. Так, разом тут все живете? Нет, теперь это одно. Разом. Сколько детей запросить? А сколько у вас детей? Шесть. Нет, пять. Пять. Два шесть. Пять в город. И где живут? В Летине. И в Минск. Две в Минску. А такие. Наведывают? Тебе только как поляндвицей ездят? Нет, не могу поляндвицей ездить. Нет. Не снимают поляндвицей уже. Были поляндвицей ехали, теперь без поляндвицей едут. Угу. Но знаешь, что я уже ничего не могу делать. Так вот, у вас по сутисту тут панский двор был? Ну вот, там, где-то бобры жили. Ага. Там хата была. Но это не бобровая хата. Тут была. Ну, хозяин помирали, бобер купил. А тогда, что тут было, они нам доказали, что тут был нигде колодец, оттуда гонили, и коровы пащить. 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 Ну. И тут были некие, вот, было сады, как их называли, этих, что не было, жамли. Батраки. Батраки. Тут срабили у них. Похожи, жамли не было, только приезжали, одни, куда они и доткали. За горами, за лесами спрятана деревушка Якимовичи. Да не спрячешь ее дивную историю, создаваемую простыми людьми и с серпом в руках, и с оружием, если зарился на нашу землю супостат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин